Джек Лондон, пляж Вайкики, Гонолулу 5 июня 1975 года, глава 1 Пока мистер Хаген не подхватил его неожиданно подмышку и не спустился на корму поджидавшего вильбота, Джерри и не подозревал, что ему грозит какая-нибудь неприятность. Мистер Хаген был его любимым хозяином в течение всех шести месяцев жизни Джерри. Джерри не знал мистера Хагена под именем «хозяин», ибо слову «хозяин» не нашлось места в словаре Джерри, этого глоткошорстного золотисто-рыжего ирландского терьера. Но в сознании Джерри мистер Хаген значит то же самое, что в наших словарях значит для собаки слово «хозяин». Слова мистер Хаген Джерри слышал постоянно. Так называли его хозяина многие – Боб, клерк, и Дербин, отсмотрщик на плантации, и редкие посетители, двуногие человеческие существа вроде тех, кто приезжал на Эренджи, также обращались к его хозяину мистер Хаген. Но собаки в своем смутном, неясном, возвеличивающем людей сознании возносят своих хозяев и любят их больше, чем те заслуживают. Хозяин – значит для них то же, что значил мистер Хаген для Джерри. Человек считает себя хозяином своей собаки, но собака считает своего хозяина Богом. Однако слово «бог» не было в словаре Джерри, хотя он уже успел приобрести определенный и довольно пространный словарь. Мистер Хаген значило то же, что и Бог. Для Джерри слова «мистер Хаген» звучали так же, как звучит слово «бог» для людей, ему поклоняющихся. Короче, мистер Хаген был Богом Джерри. Итак, когда мистер Хаген или Бог, называйте его как хотите, пользуясь нашим ограниченным языком, властный резко поднял Джерри, сунул его под мышку и спустился в вильбот. А черная команда сейчас же склонилась к веслам, Джерри немедленно всем своим существом ощутил, что началась полоса необычного. Раньше он никогда не бывал на борту Эрэнджи, выраставшего перед ним с каждым свистящим ударом весел, на которых сидели чернокожие. Всего час назад Джерри прибежал из дому на берег поглядеть на отплытие Эрэнджи. Уже дважды за полгода своей жизни испытал он это удовольствие. А удовольствие было незаурядное. Бегать вверх и вниз по белому берегу из коралла, раздробленного в песок, и под мудрым руководством Бигги и Торренса не только принимать участие в суматохе, царившей на берегу, но и самому подбавлять жару. Здесь происходила охота на негров. Джерри родился, чтобы ненавидеть негров. Еще песклявым щенком он на опыте убедился, что Бигги, его мать и его отец Торренс ненавидят негров. На негра следовало рычать. На негра, если только он не был домашним слугой, нужно было кидаться, кусать его и рвать всякий раз, как только он появлялся во дворе фактории. Так поступала Бигги. Так поступал Терренс. Этим они служили своему богу, мистеру Хагену. Негры были низшими двухногими существами, которые, как невольники, работали на своих двуногих белых господ, жили в рабочих бараках далеко в стороне и, как существа низшие и ничтожные, не смели приближаться к жилищу своих господ. А охота на негров была отважным предприятием. Об этом Джерри узнал вскоре, после того, как научился ползать. Приходилось идти на риск. Пока мистер Хаген, Дерби или Боб находились поблизости, негры переносили преследование. Но случалось, что белых господ поблизости не было. Тогда правило гласило «берегись негров». На охоту можно было отважиться, только приняв все меры предосторожности. В отсутствие белого господина негры имели привычку не только хмуриться и ворчать, но и нападать на собак, пуская в ход камни и палки. Джерри видел, как обижали его мать. Да и его самого, пока он не научился уму-разму, отколотил однажды в высокой траве негра-гадарми, который носил на груди китайскую дверную ручку, висевшую на веревке, свитой из кокосовых волокон. Джерри помнил еще одно приключение в высокой траве, когда он и его брат Майкл сразились с негром Оуми, замечательным тем, что он носил на груди зубчатые колеса от будильника. Майкл получил такой удар по голове, что левое ухо у него навсегда осталось поврежденным. Оно высохло, странно скрючилось и стояло твердо торчком. Мало того, у Джерри был брат, Пэтси и сестра Кэтлин. Два месяца тому назад они исчезли. Перестали существовать. Великий бог, мистер Хаген, в ярости метался по плантации. Обыскали заросли кустарника. Высекли с полдюжины негров. Мистеру Хагену не удалось открыть тайну исчезновения Пэтси и Кэтлин. Но Биди и Терренс знали. Знали и Майкл, и Джерри. Четырехмесячные Пэтси и Кэтлин попали в кухонный котел на бараках, а их нежные щенячьи шкурки были сожжены. Джерри это знал не хуже, чем его отец, мать и брат. Все они безошибочно распознали запах горелого мяса. А Терренс, придя в бешенство, даже напал на Могома, слугу, за что получил выговор и тумак от мистера Хагена, ничего не почуявшего и не понявшего. А мистер Хаген всегда насаждал дисциплину среди всех существ, обитавших под его крышей. Но на берегу, где столпили со своими сундучками на головах чернокожие, у которых окончился срок службы, готовясь отплыть на Эренжи, охота на негров не грозила опасностью. Здесь можно было свести старые счеты, другого случая уже не представилось бы, так как чернокожие, отплывавшие на Эренжи, назад никогда не возвращались. Так, например, в то самое утро Бидди, вспомнив удар, полученный некогда от Леруми, вцепилась ему зубами в голую икру и сбросила его в воду вместе с сундучком и всем его земным имуществом, а затем радостно скалила зубы, глядя на него, уверенная в защите мистера Хагена, который, ухмыляясь, взирал на эту картину. Кроме того, на борту Эренжи обычно находилась какая-нибудь дикая собака, и Джерри и Майкл могли в полное удовольствие лаять на нее с берега. Однажды Терренс, который был немногим меньше Эрдельтерьера и отличался такой же львинной храбростью, Терренс Великолепный, как называл его Том Хаген, поймал дикую собаку, оскорбившую своим присутствием берег, и задал ей чудесную трепку. Джерри, Майкл и в то время еще здравствовавшие Пэтси и Кэтлин со звонким лаем приняли участие в битве. Джерри никогда не мог забыть экстаза, охватившего его, когда пасть его наполнилась волосами, по запаху несомненно собачьими. Дикие собаки были собаками, он признавал у них свою породу, но от его собственного высокого рода они чем-то отличались. Джерри уже не смотрел на приближавшиеся Эренджи. Бидди, умудренная прежними горькими разлуками, сел у самого края песка, опустив передние лапы в воду, и горестно завыло. Джерри знал, что этот вой вызван его участью. Искорбь горячее сердце. Он не знал, что предвещает ее вой и ощущал надвигавшуюся на него катастрофу. Он глядел на нее, мохнатую, удрученную горем, и видел, как Терренс заботливо вертится вокруг. Терренс и Майкл тоже были мохнатыми, как Пэтси и Кэтлин, а Джерри являлся единственным гладкошерстным членом семьи. Терренс, хотя об этом знал Том Хаген, а не Джерри, был любящим и преданным супругом. Бидди вдоль берега или по аллеям, обсаженным кокосовыми пальмами, они бежали бок о бок и у обоих были радостно смеющиеся морды. Так как Джерри знал только Терренса, Бидди, своих братьев и сестер, да немногих забегавших к ним диких собак, то и считал, что все собаки ведут себя так, остаются верными своим супружеским узам. Но Том Хаген понимал всю необычность такого поведения. «Славная порода!» не раз одобрительно заявлял он и глаза его увлажнялись от умиления. «Настоящий джентльмен этот Терренс четвероногий честный мужчина. Пес-мужчина на четырех ногах. И не знаю, есть ли еще на свете такой. Высшая порода, ей-богу!» Его кровь, умная голова и мужественное сердце скажутся в тысячи поколений. Терренс, если и горевал, то скорби своей вслух не проявлял. Но его беспокойство обиде выражалось в том, что он кружился вокруг нее. Майкл, однако, заразился горем матери и, усевшись подли нее, гневно залаял на все увеличивавшуюся полосу воды, как стал бы лаять на всякую опасность, таящуюся в джунглях. Этот лай также сдавил сердце Джерри. И его предчувствие, что неведомая злая судьба нанавигается на него, усилилось. Для своих шести месяцев Джерри знал и слишком много, и слишком мало. Он знал, не думая об этом, и сам не зная, откуда. Почему Бидди, мудрая и храбрая Бидди, не послушалась влечения своего сердца и не бросилась в воду, чтобы плыть вслед за ним. Она защищала его, как львица, когда большая пуарка, такова была в словаре Джерри вместе с хрюканем и визгом комбинация звуков для слова «свинья», пыталась его сожрать, загнав в угол под домом на высоких сваях. Как львица прыгнула Бидди на поваренка-негра, когда тот ударил его палкой, выгоняя из кухни. Она, не поморщившись, встретила сильный удар палки, затем повалила его на пол среди горшков и сковород и рвалась в баме, пока ее не отащил мистер Хаген, на которого она впервые зарычала. Мистер Хаген не рассердился на нее, но поваренок, осмелившийся поднять руку на собаку, принадлежащую Богу, получил резкий выговор. Джерри знал, почему его мать не бросилась вслед за ним в воду. Соленое море, как и лагуны, ведущей к нему, было табу. Слово «табу» не было в словаре Джерри, но смысл или значение его он отчетливо осознавал. Он смутно, неясно, но твердо знал, что входить в воду для собак не только нехорошо, но и в высшей степени опасно, что такая смелость может повлечь за собой исчезновение собаки. В воде скользили, бесшумно двигаясь иногда по поверхности, иногда всплывая со дна большие чешуйчатые чудовища с огромными зубастыми челюстями. Они утаскивали в глубину и глотали собаку с такой же быстротой, как куры мистера Хагена клевали зерна. Часто он слыхал, как его отец и мать, сидя в безопасности на берегу, с ненавистью лаяли на этих страшных обитателей моря, когда те появлялись на поверхности воды у самого берега, напоминая плавучие бревна. Слово «крокодил» не было в словаре Джерри. Крокодил был образом. Образом плавучего бревна, отличавшегося от всякого другого бревна тем, что оно было живое. Джерри слышал, запоминал и узнавал много слов, и ему они служили тем же орудием мысли, что и человеку, хотя он, ненаделенный даром членораздельной речи, не мог этих слов выговорить. Тем не менее, в процессе мышления он пользовался образами так же, как люди пользуются словами. В конце концов, и человек в процессе мышления поневоле прибегает к образам, которые соответствуют словам и дополняют их. Быть может, в мозгу Джерри образ плавучего бревна был теснее и полнее связан самим предметом, чем слово «крокодил» и сопутствующий ему образ в сознании человека. Ибо Джерри действительно знал о крокодилах больше, чем знают люди. Он мог почуять запах крокодила на большем расстоянии и более отчетливо, чем любой человек, даже негро-стровитянин или житель лесов. Он знал, когда крокодилы, вылезшие из лагуны, лежат неподвижно и, быть может, спит в тростнике джунглей на расстоянии сотни фунтов. О языке крокодилов он знал больше, чем знает любой человек. У него было больше способов и возможностей изучить его. Он знал издаваемые ими разнообразные звуки, похожие на хрюканье и потрескивание. Он узнавал по этим звукам, когда крокодилы сердятся или когда испуганы, голодны или ищут любви. И эти звуки в его словаре занимали такое же определенное место, как слова в словаре человека. Они служили ему орудием мысли. По ним он взвешивал, решал и определял свое собственное поведение, как это делает каждый человек или подобно человеку лениво отказывался от какого-то действия и только отмечал и запоминал, что вокруг него происходило и не требовало с его стороны никакого соответствующего поступка. И все же очень многого Джерри не знал. Он не знал величины земного шара, он не знал, что лагуна Мерринж, окаймленная сзади высокими поросшим лесом горами, а спереди прикрытая коралловыми островками, отнюдь не была всей Вселенной. Он не знал, что она являлась лишь частью большого острова Изабеллы, а Изабелла была лишь одним и даже не самым большим из тысячи образующих группу Соломоновых островов, которые люди обозначали на картах скоплением пятнышек в юго-западной части Тихого океана. Правда, он смутно подозревал о существовании чего-то иного за пределами лагуны Мерринж. И это что-то было окутано тайной. Оттуда внезапно появлялись вещи, которых раньше не было. Куры, пуарки и кошки, никогда раньше здесь не бывавшие, имели обыкновение вдруг появляться на плантации Мерринж. Однажды произошло даже вторжение странных четвероногих, рогатых и волосатых существ, образы которых запечатлились в его мозгу. В человеческом словаре им соответствовало слово «козы». То же происходило и с неграми. Они появлялись внезапно, неведомо откуда и разгуливали по плантации Мерринж, высокие с повязками на бедрах и костяными палочками, продетыми в носу. Мистер Хаген, Дерби и Боб назначали им работу. Их появление совпадало с прибытием Эринжи и это казалось Джерри делом самого собой разумеющимся. Он над этим не задумывался, отметив только, что их случайное исчезновение за пределами плантации точно так же совпадало с отплытием Эринжи. Джерри не допытывался о причине этих появлений и исчезновений. В его золотисто-рыжей голове никогда не появлялось желание полюбопытствовать и постараться разрешить тайну. Он принимал ее точно так же, как принимал сырую погоду и тепло солнечных лучей. Так делалось в той жизни и в том мире, которую он знал. Он смутно о чем-то подозревал. Кстати, это подозрение соответствует неясному представлению человека о тайнах рождения, смерти и потустороннего. Тайнах, которые человек до конца раскрыть не может. Быть может, Кетч Эринжи, торговое судно, набиравшее негров-рабочих на Соломоновых островах, был для Джерри такой же таинственной лодкой, связывающей два мира, какой в былые времена казалась людям лодка Харона, перевозившая через Стикс. Люди приходили из ничего, в ничто они и уходили. А приходили и уходили они всегда на Эринжи. И в это добела раскаленное тропическое утро к Эринжи в вильботе направлялся Джерри, сидя под мышкой у своего мистера Хагена. На берегу Бидди выплакивало свое горе, а непосредственный Майкл своим лаем посылал в неизвестное вечный вызов юности.